Качество лучше, затрат меньше. Новости, фото, видео читай, комментируй, смотри и качай сколько хочешь. Тем, кому всегда нужно больше, интернет-провайдер Вектор дает новые тарифы и Wi-Fi роутер бесплатно. Интернет-провайдер Вектор. Интернет для всех и для каждого. Телефон 7540. Вектор ТВ. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Альтернатива». В студии работает Капитолин Зинкевич. Здравствуйте. Выгодное географическое положение, высококвалифицированная рабочая сила, значительный научно-технический потенциал, а также развитая сеть транспортных коммуникаций и созданная в Беларуси инфраструктура, то, что привлекает иностранных инвесторов. Стратегические партнеры нашей страны сегодня – это Россия, страны Евразес, Китай. К слову, поток прямых иностранных инвестиций из Китая за последние годы увеличился в три раза и составляет порядка 60%. И для кого не секрет, что фундамент успешного государства, сильная экономика в Беларуси, развитию экономической составляющей, уделяется немалое внимание. В подтверждение – цифра статистики. За всю историю независимости страны валовый внутренний продукт на душу населения по паритету покупательной способности вырос почти в пять раз. Объем же промышленного производства превышен в два с половиной раза. Мы не стали на путь бесконтрольного передела собственности. Не уничтожили все то наследие, которое десятилетиями создавалось на выжженной послевоенной земле. Мы его сохранили и приумножили. И все это благодаря труду наших людей, которые на заре независимости и при зарплатах 20 долларов верили в Беларусь. И восстанавливали то, чем мы сегодня по праву гордимся. В классической формуле экономического роста, которую характеризуют валовый внутренний продукт страны, немаловажное значение уделяется инвестициям, поступаемым в Беларусь. За 9 месяцев 2019 года в реальный сектор экономики Беларуси поступило более 7 миллиардов долларов США иностранных инвестиций. Более 5 миллиардов из них, а это более 70% как раз прямые инвестиции. Такой интерес потенциальных инвесторов к нашей стране неудивителен. Благоприятный климат для вложений сегодня отмечают большинство белорусских партнеров. За 10-15 лет появилось много интересных компаний. Мы с этими компаниями, конечно, хотим их поддержать, хотим работать. Это первое, что инвесторы из рубежа очень часто не видят этого, не понимают. Второе, в стране очень хорошая инфраструктура. И здесь это очень важно для многих инвесторов. Можно в любом регионе что-то построить, открыть, и довольно быстро можно добраться куда угодно. Обеспечение благоприятных условий для иностранных инвесторов – главная цель инвестиционной политики в Беларуси. К вопросу подходит ответственно, максимально учитывая все факторы, которые могут повлиять на ведение бизнеса в нашей стране. Для работы инвестора на территории страны сегодня осознаны надежные правовые условия, обеспеченные как международными соглашениями, так и национальным законодательством. В нашем государстве единственным из всех стран СНГ принят инвестиционный кодекс, регулирующий инвестиционную деятельность в Беларуси. Основные стратегические партнеры Беларуси сегодня – это Россия, страны Евразес, Китай. К слову, именно из Китая за последние годы поток прямых иностранных инвестиций в Беларусь значительно увеличился. Так, если еще несколько лет назад доля этих инвестиций составляла около 18%, то сегодня показатели увеличились более чем в три раза и составляют порядка 60%. Основной причиной, почему стали приходить к нам китайские инвестиции – это индустриальный парк. И если раньше это были компании «Медея», «Джили», основные инвесторы, то сегодня это компания по развитию индустриального парка, это компании-резиденты индустриального парка. Если посмотреть на суммы, то в сравнении с тем, сколько Китай вкладывает в США, сколько Китай вкладывает в Германию, Великобританию, там идут миллиарды долларов, у нас за последние три года где-то 400 миллионов долларов в Китай вложил, то кажется, суммы небольшие. Но если сравнить с нашим внутренним рынком и показатель прямых инвестиций к ВВП страны, то по этому показателю у нас вложение больше в два раза, порой в три раза, чем Китай вкладывает в США, вкладывает в Германию, Великобританию. Поэтому можно сказать, что у нас помимо экономических факторов значительно влияет на привлечение китайских инвестиций и политических факторов. К слову об инвесторах, сегодня партнерами нашей страны выступают десятки стран. Самые активные, согласно топ-10 стран, инвестирующих в Беларусь, именно прямые инвестиции – Российская Федерация, Республика Кипр, Объединенные Арабские Эмираты и Германия. Среди прочих также Швейцария, Великобритания, Нидерланды, США и Польша. В 2019 году иностранные инвесторы в основном вкладывались в промышленность, на втором месте – финансовая и страховая деятельность, а вот оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов – на третьем месте. К слову, так активно инвестиции поступали не во все отрасли. К примеру, в строительство поступило лишь 6% прямых иностранных инвестиций, более 5% – в профессиональную, научную и техническую деятельность. По данным Министерства экономики Республики Беларусь, за 9 месяцев текущего года значительные объемы инвестиций в основной капитал были использованы на реализацию инвестиционных проектов по строительству белорусской атомной электростанции, горнообогатительного комплекса Старобинского месторождения Славкалий, комплекса гидрокекинга тяжелых нефтяных остатков Мозерского НПЗ, установки замедленного коксования нефтяных остатков Открытого акционерного общества «Нафтан», Третьей линии Минского метрополитена, проектов, реализуемых открытым акционерным обществом «Беларусь», «Калий», «Минэнерго» и других. Привлекая иностранных партнеров из-за рубежа, в Беларуси пристальное внимание уделяют развитию малого и среднего бизнеса. Об этом не раз говорил и глава белорусского государства Александр Лукашенко. Правда, здесь необходимо правильно расставлять акценты. Мы создали для них условия. Тот, кто хочет полной независимостью в производстве заниматься мелкими вещами и прочим ремеслом, пожалуйста, занимайтесь. Все условия есть. Но не надо забывать, что не только славу, но и благосостояние, мощь народа в сильных производствах. И если нам кто-то подбрасывает мысль о том, что ну давайте мелкота пусть работает, и мы забываем о крупных товаропроизводителях и на селе, и в промышленности, и в транспорте. Вы посмотрите, это мощное объединение везде. Транспорт, связь, другие услуги, промышленность, сельское хозяйство. И нам приводят пример. Ну вот посмотрите, допустим, в Италии. Так я вам намекнул, что в Италии вот эта мелочевка и средний бизнес создает все от музыкальных инструментов до самых современных вооружений. Если такой средний бизнес и малый, приветствуем и будем всячески поддерживать. Малый и средний бизнес в Беларуси набирает обороты. Это находит свое отражение как в количестве регистрируемых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и в финансовых поступлениях. В минувшем 2018 году порядка 35% налоговых поступлений обеспечил непосредственно сектор малого и среднего бизнеса. Экспорт же товаров составил более 17 миллионов долларов США. Новополоцк – промышленный, индустриальный и научно-образовательный центр Беларуси. Сегодня в городе созданы все условия как для ведения собственного дела, так и для эффективного вложения капиталов иностранных инвесторов. Так, функционирующий сектор номер 15 свободной экономической зоны Витебск предоставляет своим резидентам налоговые и таможенные льготы, чем иностранные партнеры активно пользуются. И это не все преференции для бизнеса. Каков же вклад частников в развитие экономики города и насколько сегодня Новополоцк привлекателен для инвесторов, расскажем далее. Конец года. Традиционно Новополоцк подводит итоги социально-экономического развития. 2019-й стал непростым для экономики города. Приложенные усилия помогли показать положительный результат по ряду направлений. Выручка предприятий превысила прошлогодний уровень на 4,2%, что составило в денежном выражении 7,8 млрд. белорусских рублей. Рентабельность продаж составила 4,2%, без учета открытого акционерного общества «Нафтан». Она составляет плюс 6,8%. Хочется сказать, что реальный сектор экономики на сегодняшний день получил прибыль в более 330 млн. белорусских рублей. И чистой прибыли в более 75 млн. рублей. Как еще один положительный результат, сокращение убыточных предприятий в Новополоцке таковых стало в два раза меньше. Их количество уменьшилось с 8 в 2018 году до 4 в году текущем. А вот среднемесячная заработная плата в Новополоцке наоборот увеличилась. В Витебском регионе она одна из самых высоких и составляет более 1200 белорусских рублей. Помимо этого удалось выполнить и ряд других, не менее значимых показателей. Стоит отметить, что достаточно высокий уровень рентабельности продаж по городу Новополоцку. Мы выполняем показатели по энергосбережению. Хочется отметить создание новых предприятий. Мы вышли на тот уровень, который нам был поставлен. Поставлена задача. Хорошо в этом году мы сработали и по товарообороту общественного питания. К слову, в общепите удалось не только увеличить розничный товарооборот, но и нарастить объемы производства. И здесь, надо сказать, немалую роль сыграли именно предприятия малого и среднего бизнеса Новополоцка. Домашняя кондитерская с производственными объемами просто вкусна. Тому прямое доказательство. С 300 до 900 килограмм домашних тортов и пирожных в месяц. Согласитесь, неплохой результат для частного бизнеса. Мы увеличили объем производства в три раза в сравнении с 2018 годом. Это получилось у нас за счет того, что мы делаем натуральный продукт, качественный. То есть то, что нужно нашему потребителю на сегодняшний день. Сейчас уже трудно кого-то удивить тортами с сетей, которые работают на смесях, на не очень, скажем так, натуральном сырье. Поэтому та ниша, которую мы выбрали, это именно качество и натуральность. Это первостепенная наша цель и задача. Декларирование собственной продукции позволило расширить, хоть и небольшие, но рынки сбыта, пока продукция реализуется в пяти точках общественного питания Новополоцка. В ближайшей перспективе заработает еще одна. К слову, натуральные кондитерские изделия теперь могут попробовать и оценить также и минчане. Удерживать положительные результаты в работе достаточно непросто, признается молодой руководитель. Для этого необходимо постоянно работать и совершенствоваться. Так, если на начальном этапе работы действовал принцип «из-под ножа» – произвели и сразу продали, то теперь с наращиванием объемов подходы к вопросу изменились. Планируем применять технологию шоковой заморозки. Соответственно, срок годности такого продукта можно уже увеличить до полугода. И транспортировать, и хранить уже по большому, скажем так, территориальному округу. Сегодня Новополоцку есть, что предложить для развития собственного дела. Все условия для этого созданы, предприниматели готовы развиваться и дальше, привлекая для развития бизнеса в том числе и инвестиции. Никаких проблем с реализацией мы не встретили, никаких, так сказать, преград тоже нет. А что касается поддержки предпринимательства, то мы только планируем в 2020 году, в начале 2020 года реализовать свой инвест-проект по поддержке среднего и малого бизнеса, запроинвестироваться и открыть линию по производству мармелада и открыть еще пекарню со свежим натуральным хлебом на пшеничной и на ржаной закваске. То есть это то, что мы планируем еще, скажем так, обратиться за поддержкой к государству. Главное – просчитать инвест-проект и прийти, скажем так, с хорошим предложением. Я уверен на 100% что поддержка будет обеспечена государству. Немалый вклад в экономику нефтеграда сегодня вносят представители малого и среднего бизнеса. Их количество с каждым годом увеличивается только за 2019 год. В городе зарегистрировали 38 юридических лиц и 26 индивидуальных предпринимателей. Бюджет города Новопомоцка, пятую часть, формирует, конечно же, это мало-средний бизнес на уровне 20%. Всегда мы ждем от бизнеса хороших новых идей и, конечно же, это производство. Независимо от чего, но это чтобы было производство. Так как у нас на сегодняшний день очень много занято ниша в области торговли, то мы ожидаем в следующем году именно, что будет больше производственников у нас, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Развивает свой бизнес Владимир Роговнев вот уже 26 лет. К слову, уникальный для Витебского региона. Белорусский производитель моточных изделий Юджин с каждым годом лишь укрепляет свои позиции на рынке. И этот год не стал исключением. Мы увеличили выручку на 9%. Мы увеличили в том числе объем экспорта на 2%. Мы увеличили сотрудникам заработную плату на 16%. Год выдался результативным не только в финансовых показателях. Значительно улучшились и условия труда. А это, надо сказать, напрямую влияет на конечный и, пожалуй, главный результат – экспорт товаров и увеличение объемов промышленного производства. Мы переехали в новое здание. Мы создали более благоприятные условия для наших сотрудников. Улучшили санитарно-гигиенические условия. Создали, как видите, просторный цех, просторные кабинеты для инженерно-технических, раздевалки, бытовые помещения, комнату приема пищи. Ну и многое другое. Поскольку считаю год полезным и результативным. Плюс к этому мы закупили ряд оборудования, в том числе импортного, более производительного, которое должно позволить нам в следующем году, когда мы его освоим, это оборудование, шагать быстрее и успешней. Не останавливаться на этом результате, совершенствоваться, повышать эффективность – таковы задачи на год предстоящие. И надо сказать, коллектив предприятия настроен решительно. Нужно достичь увеличения выручки по показателям этого года. Это минимум. Вообще планируем этот процент увеличить. Нужно вернуть наш уровень рентабельности в обязательном порядке. Потому что весь переезд, благодаря слаженному действию коллектива, мы осуществили практически без остановки производства. Это было непросто, сложно. И действительно, спасибо сотрудникам за это. В следующем году нужно освоить то оборудование и ввести в эксплуатацию, которое мы закупили. Потому что в этом году мы до конца этого сделать не успели. Нужно осваивать новые виды продукции и уже в проработке у конструкторской службы все эти мероприятия включены. Относительно рынков сбыта на сегодняшний день мы поставляем Россия, Казахстан, Франция, Италия, Польша, Финляндия. Сфера оказания услуг в Беларуси, согласно данным статистике, именно в ней занято порядка 75% представителей малого и среднего бизнеса. Новополоцк не исключение. Эту нишу сегодня занимает наибольший процент предпринимателей. Оксана Вершиловская в их числе в предпринимательство попала, отработав порядка 10 лет на крупном маслом швейном предприятии. За годы ведения собственного дела личным примером доказала, невозможного не бывает. Ее швейное производство – одно из успешных в Новополоцке. Мы увеличили мощность, вышли на новые рынки сбыта, к нам пришли новые фирмы работать. Сейчас в основном мы стали работать с российским рынком. То есть мы работаем с Россией, вышли на Россию. У нас увеличились, наверное, в разы наши мощности. То есть увеличили мощность потоков, увеличили выпуск продукции. То есть мы еще стали работать, мы открыли свой раскроенный цех. Мы стали оказывать услуги по раскрою над вольческим сырьем. То есть это уже тоже немаловажно. В залоге успеха и положительных результатов работы, безусловно, кропотливый и многодневный труд. Но без поддержки здесь не обошлось. Да, чувствует. То есть это очень чувствуется. Всегда можно обратиться за помощью, никогда никто не откажет. То есть всегда пойдет на уступки. То есть, в принципе, развиваться в Новополоцке можно. Главное – желание. Потому что мы тоже начинали с маленького ателье. И на данный момент, то есть у нас не было три человека всего лишь. В данный момент у нас считается 42 человек. К слову, созданные условия для ведения бизнеса в Новополоцке позволяют молодым руководителям развиваться и расти дальше. А это значит, городской бюджет будет пополняться, благосостояние населения улучшаться. Мы больше планируем, наверное, свое. То есть уже выпускать именно свою продукцию. То есть сейчас мы готовим документы для того, чтобы зарегистрировать бренд. То есть готовим документы на сертификаты. И уже будем пытаться запускать свое. Привлечение инвестиций в Новополоцк – одна из ключевых задач в развитии экономики. Сегодня это возможно также за счет функционирования свободной экономической зоны Витебск. На территории Новополоцка действует сектор номер 15, куда включены пять участков для потенциальных инвесторов, два из которых уже активно работают. На сегодняшний день у нас два резидента свободной экономической зоны. Это наш завод-измеритель и ООО – авесторобитумные материалы. Мы прекрасно знаем о том, что для того, чтобы стать резидентом свободной экономической зоны, это нужно привлечь инвестиции порядка одного миллиона евро, либо 500 тысяч на три года. Какая польза на сегодняшний день? Польза городу – это самое большое – это то, что создание новых рабочих мест. Не просто рабочих мест, а эффективных рабочих мест. На территории свободной экономической зоны Витебск действует особый режим предпринимательской деятельности, предусматривающий налоговые и таможенные льготы. А это, в свою очередь, позволяет снизить издержки на запуск нового производства. Инвесторы этим активно пользуются, выбирая для развития собственного дела площадкой «Белорусский нефтеград». Мы всегда рады новым инвесторам. На сегодняшний день ведутся переговоры совместные с польской и белорусским предприятием. Возможно, в ближайшее время они тоже станут резидентом нашей свободной экономической зоны. Это предприятие занимается присадками к дизельному топливу. То есть, опять же, о чем мы говорили, это вопрос малотонажной нефтехимии. Развивать экономику Новополоцка в 2019 году удалось и за счет реализации ряда инвестиционных проектов, которые будут продолжены и в дальнейшем. Так, в году уходящем три проекта реализовывалось в открытом акционерном обществе «Нафтан». Это строительство, установки замедленного коксования и установки по производству элементарной серы. Реконструкция гидроочистки. Продолжается модернизация и ЛЛК «Нафтан», которая в результате позволит получить новый пакет присадок. Помимо прочего, два инвестпроекта реализовываются на предприятии «Измеритель». Открытое акционерное общество «НПЗ» продолжает реализацию инвестиционного проекта на базе имущественного комплекса «БВК» по малотонажной нефтехимии. Здравоохранение, образование, спорт, развитие этих социальных отраслей напрямую зависит от успеха экономического сектора. Новые объекты, внедрение современных технологий, обновление материально-технической базы. В 2019 году в Новополоцке удалось реализовать ряд значимых социальных проектов. Каких – расскажем далее. Развитие и укрепление экономики, а итог – благосостояние, в том числе социальной сферы жизнедеятельности. Новополоцк – тому яркий пример. За минувший год в городе успешно реализован ряд значимых социальных проектов. В первую очередь это касается сферы здравоохранения. Так, в Новополоцке еще летом заработала ангиографическая рентгеноперационная. Столь необходимая горожанам. Ежегодно более тысячи новополочан с острым коронарным синдромом и инфарктом миокарда нуждаются в проведении ангиографических исследований. Этот центр будет заниматься лечением сосудистой патологии заболевания сердца, периферических артерий, артерий головного мозга. Всего у нас подготовлены для Новополоцка уже три врача. Они прошли первичную переподготовку в Минске в РНПЦ кардиологии и подготовку на рабочее место в течение полутора лет в нашей областной больнице. То есть получили все навыки для начала работы. И менее значимым для Новополоцка стало и открытие долгожданного аллергоцентра. Оно состоялось буквально в преддверии новогодних праздников. Настоящий подарок для горожан. Ведь сегодня приблизительно у каждого третьего жителя Нефтеграда проявляются симптомы аллергии. Наиболее распространен аллергический ренит. Правильное диагностирование и лечение аллергии может существенно повысить качество жизни больных и даже привести к выздоровлению. Удалось реализовать ряд проектов в сфере образования. Самый значимый в рамках проекта «Новополоцк» от инклюзивной школы к инклюзивному городу. В средней школе номер 8. Сдали такой знаковый объект в этом проекте. Это спортивная площадка, инклюзивная спортивная площадка в 8-й школе, которая уже активно эксплуатируется и будет эксплуатироваться дальше для ребят именно этой школы и в целом для микрорайона. Приступили в рамках проекта также к модернизации и реконструкции одного из корпусов оздоровительного лагеря. В следующем году мы планируем эту работу закончить, дабы дать возможность ребятам с особенностями также оздоравливаться в пригороде Новополоцка. Для спортивной отрасли Новополоцка уходящий год ознаменовался ярким событием. В городе заработали обновленный ледовый дворец «Химик» и новая крытая тренировочная площадка, что в свою очередь отразилось на спортивных результатах. Буквально с нового года наша команда вошла уже в отреконструированный наш ледовый дворец и буквально с весной была открыта новая площадка, которая на сегодня активно используется. Лед у нас практически весь расписан. Как итог появления дополнительного льда, наш «Химик» начал работу, и буквально в августе было уже открыто отделение шортрека, которое сегодня у молодых новополочан пользуется довольно таким популярностью и спросом. И я уверен, что буквально через год-два мы уже увидим результаты этого отделения. Как результат хорошей материально-технической базы мы видим совершенно другую игру нашего хоккейного клуба «Химик». И сегодня болеем за него активно и надеемся, что все-таки в дивизион, а мы по итогам переходного турнира выйдем и будем играть уже в сильнейшем дивизионе. В целом же год минувший был насыщенным и результативным и запомнился многими яркими событиями во всех сферах социальной жизни. Впереди год 2020 и на него у Новополоцка большие планы. Так в Нефтеграде продолжат реализовывать ряд инвестиционных проектов за счет средств городского бюджета. Это продолжение улиц Молодежной, установка освещения. Самым же крупным инвестиционным проектом станет строительство нового детского сада в 9 микрорайоне. На сегодня у меня все. Команда телерадиокомпании «Вектор» поздравляет всех с наступающим Новым годом и Рождеством. Мы желаем вам, дорогие телезрители, счастья, здоровья, постоянного везения и, конечно, только хороших новостей в каждый дом. Благодарим, что были с нами в уходящем 2019 году и будем с нетерпением ожидать новой встречи в эфире «Вектор ТВ» уже в новом 2020. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Сорок ноль ноль